Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, желание моего сердца перед тем, как мы будем молиться Господу, прочитайте один стих, который записан в книге Деяния Апостолов, 2 глава, 1 стих. Книга Деяния Апостолов, 2 глава, 1 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Как известно, братья и сестры, 2 глава книги Деяния Апостолов повествует об историческом событии, которое произошло много веков тому назад. Его принято считать рождением церкви или истошествием Святого Духа на Апостолов. Но сегодня, братья и сестры, в это утро мне хотелось обратить внимание на состояние учеников, которые находились в ожидании этого события. Можно было бы просто написать, ученики находились, все они были вместе. Это тоже правильно, они были вместе. Можно было бы написать, все они были в ожидании какого-то события, потому что Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Датца. Это тоже было бы правильно. Или можно было бы написать, все они были в рассуждении их о словах Христа, о последних событиях, и об этом тоже правильно. Но я хочу обратить внимание, что Дух Святой очень ясно, очень четко показал самое главное состояние учеников. Все они были единодушны вместе. Что обозначает слово единодушие, братья и сестры? Почему это так важно? Слово единодушие происходит от корня этого слова «един». Понимаем, да? Един – что-то слитное, что-то вместе, то, что невозможно разделить. И вспоминаются слова Господа Иисуса Христа, Его первосвященническая молитва в 17 главе Евангелия от Иоанна, когда Он молился Своему Отцу. Это особая молитва. Она отображает, наверное, желание Христа о Своем наследии, о Своих учениках, об апостолов, о будущей Церкви. И одно из Его желаний – «прость к Отцу Небесному». Христос выражает в 21 стихе этой главы. Он просит Отца, да будут все едины. Как? Как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе. Так и они, да будут в нас едины. И возникает вопрос, для чего, Господи, Ты хотел, чтобы Твои последователи, Твои ученики были едины? И едины настолько близко, так как Ты с Отцом Своим Небесным, настолько-то, если возможно, на земле. И Он дальше говорит, причина, по которой Он молится, да уверует мир, что Ты послал Меня. Братья и сестры, обратите внимание, какое огромное оружие Бог дал Своей Церкви апостолам для приобретения учеников, для свидетельства, чтобы мир уверовал в Бога. Его последователи, ученики должны быть вместе, воедино. Вот этим качеством они должны быть наполнены. Единодушие – это значит полное согласие, это единомыслие, единое сердце, стремление действовать вместе, сообща, быть сплоченными, думать, смотреть в одном направлении, так, как одна душа. Так говорит словарь, объясняя значение этого слова. Братья и сестры, пример апостолов. Возникает вопрос, возможно, сегодня, когда в мире совершенно нету единодушия, ни в каких сферах, абсолютно нигде, может ли молитва Иисуса Христа, может ли состояние апостолов быть частью нашей поместной Церкви. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит о единодушии, где эти сферы приобретения, каким образом это можно приобресть, получить, воплотить в практику нашей поместной Церкви. Давайте посмотрим на пример апостолов, которым является для нас благословением и примером, как достигается единодушие. Прежде всего, я нахожу в первой главе Деяния апостолов, в 14 стихе первой главы. Обратите внимание, все они единодушно пребывали в чем, братья и сестры? В молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его, с братьями Христа. Интересно, правда, инструмент, который предлагает Бог для единодушия Церкви? Все они пребывали не просто в каких-то рассуждениях, просто, знаете, проводя время. Единодушие, истинное, по замыслу Бога, оно возникает там, где Церковь собирается вместе для молитвы. Я думаю, что каждый из нас, имея свою семью, имея жен, детей, и особенно, если супруги долго время в браке, и если они практикуют совместную молитву дома, в семье, скажите, правда, есть единодушие? Потому что в молитве открывается близкое переживание наше. Мы молимся о детях, друг о друге, за родных, близких, и вот так, днем за днем, шаг за шагом, год за годом, там, где есть молитва в семье, между мужем и женой, там происходит вот это единодушие. Там есть вот эта благодать, есть вот это качество. Мы вчера были в Вирджинии, в Харисонбурге. Нас пригласили наши друзья на бракосочетание, и в пятницу, сидя просто вечером за столом, общаясь, сестра поделилась, говорит, у нас в церкви мы с сестрами собираемся и для молитвы, и для меня нет ничего более дороже. Вот эти часы, проведенными с дорогими мне сестрами в молитве, потому что в молитве я могу поделиться всем переживаниям, трудностями. И мы, говорит, друг друга уже так хорошо знаем, это небольшие группы, но мы знаем друг друга, делимся, мы спрашиваем, как у вас, как Господь отвечает. Друзья, вот так происходит. Да что говорит, друзья, когда мы собираемся церковью вместе, может быть, на молитвных группах, а когда, может быть, какая-то нужда особая, и мы церковью говорим, братья и сестры, давайте будем молиться. Дух Святой, братья и сестры, созидает, производит вот это качество. Когда этого мы не практикуем, братья и сестры, когда церковь не собирается для молитвы, друзья мои, иногда мы делаем неправильно. Мы отводим у нас регламент, 12 часов нужно закончить собрание. Первый проповедник говорит 10 минут, затем будет сбор средств, потом будет программа, потом будет вторая проповедь. А так хочется иногда, братья и сестры, посвятить время для молитвы. Когда-то братьями мы собрались для церковного совета, и мы провели это время полтора часа в молитве, не обсуждая ни один вопрос. Един брат говорит, я никогда еще лучшего церковного света не встречал в своей жизни, потому что мы были единодушны, и наша единодушие заключалось в том, что мы изливали свою печаль, свою радость, свою нужду, свое желание к Богу. В единодушии, в молитве присутствует Дух Святой. Он соединяет, братья и сестры. И мы видим эти результаты вот этой правильного единодушия. Когда мы открываем Священное Писание, вторую главу, это известный текст, который мы посвятили даже несколько проповедей, мы говорили о той стратегии церкви, которую Христос положил ее в основание. И помните, 42 стих второй главы написано так, как они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. За этим каждым словом, за каждым действием стоит вот эта стратегия, вот эта база, вот это основание церкви, как она должна существовать. И как мы видим, одной из таких оснований жизни церкви является молитва. Давайте посмотрим, например, как же происходила эта молитва. Где-то единодушие было, проявлялось. Если мы посмотрим на одно событие, помните, апостолов подвергли в Синедрионе допросу, затем их отпустили, после того, когда Господь великое чудо совершил, помните, и Петр и Иоанн возвращаются, написано, к своим. Мне так нравится это слово, 23 стих 4 главы. «Быв отпущены, они пришли к своим, и не пересказали, что говорили все им первосвященники и старейшины». И 24 стих, они же, выслушав, обратите внимание, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, и начали молиться. Обратите внимание, они выслушали это. Они не просто стали дискутировать, рассуждать, жалеть, может быть, они сделали следующее. Единодушно у них была одна цель, внутренняя побуждение, вот это единство. Они возвысили голос к Богу. Я представляю, что это была за молитва. Молитва, которая провела в движение неба. И Бог засвидетельствовал то, что эта молитва принята. 31 стих, и по молитве их, в единодушной молитве поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие, как с дерзновением. Вот что делает, братья и сестры, молитва. Она производит единодушие в сердцах верующих людей, она производит особое действие благодати, отвечает Бог на молитвы. Поэтому помоги нам, Господь, братья и сестры, использовать время, когда церковь собирается на молитвенное собрание в пятницу. Это благословенное время, где можем помолиться вместе. И ни один, ни два. Поделиться нуждами. Рассказать, может быть, о своих переживаниях. Вспомнить о тех, кому плохо. И в одной церкви, братья говорят, мы практикуем так, мы каждое молитвенное собрание, мы молимся за одну или другую страну, имея благополучие и мир в нашей стране. Мы молимся за Киргизию, может быть, Казахстан, Таджикистан, Северную Корею. Молимся тех, братья и сестры, которых мы не знаем, но которые испытывают очень трудное время. Какое великое благословение, братья и сестры, когда Бог созидает единодушие через молитву. Второй ключ к тайне единодушия, братья и сестры, заключается в следующих словах. Я сегодня уже говорил в начале собрания. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19-20 стих. «Христос сказал, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Христос хотел, чтобы ученики Его, последователи, собирались как можно чаще. Возможно ли это? Давайте посмотрим на практику Первой апостольской церкви. У них были семьи, у них были работы, они были тоже заняты, была обыденная жизнь. Впрочем, не очень отличающаяся, может быть, от нашей. Но интересно, знаете, они проводили время. Когда мы читаем 2 главу 46 стиха, написано так. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья в простоте сердца». Давайте посмотрим в новом переводе, как звучит этот текст. Ежедневно все они сходились в храм. Обратите внимание, в храме побыли, прославили Господа. После храма они возвращались в семьи, по домам, приглашали друг друга. Они собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляли Бога. Это называется кайнония. Греческое слово «во общении» пребывали, очень близком, потому что в храме была огромная, это торжественная обстановка, было много людей собирались. А вот по домам, когда люди приходили в семью, в простоте, как мы прочитали, но они были в единодушном пребывании, предлагали пищу, приносили, может быть, свои какие-то продукты, пищу готовили, но написано в неподдельной радостью в сердце и прославляли Бога. Почему возникает вопрос, люди стремились, они помнили об одном обетовании, где двое или трое собираются, там я посреди них. Это было настолько очевидно, это настолько было ощутимо, что они говорили, слушайте, давайте снова соберемся, потому что Христос придет с нами. Это было благословение, братья и сестры, а за этим Бог производил особое качество, то, о чем Христос молился. Да будут все едино. Мир уверует. Когда люди наблюдали, смотрели за действиями этих верующих людей, проходило нечто необычное, задавались вопросами, что это за люди, почему они не собираются. И на самом высоком уровне было, знаете, что происходило? Запрет, чтобы верующие не собирались. Позвольте сегодня процитировать один исторический документ, который дошел до нас, древнеримский политик, писатель Плинии-младший. Он рассматривал богослужебное собрание как высшую характеристику христианской жизни. Поэтому он счел необходимым сообщить об этом императору Трояну. И он пишет так. Впрочем, они, то есть христиане, которые он подверг допросам и пыткам, утверждали, что вся их вина, все их заблуждение заключалось лишь в том, что в назначенный день, в первый день недели, на рассвете дня, они сходились, поочередно обращались в молитве ко Христу, как к своему Богу. Христиане собирались на богослужения, пели псалмы и читали какие-то книги. И несмотря на суровые гонения, эти собрания, согласно тогдашнему законодательству, считались серьезным преступлением и приравнивались к серьезному государственному бунту против императора. Вдумайтесь, братья и сестры, какой ценой достигалось единодушие посредством общения друг с другом в первохристианской церкви. И в-третьих, последнее, братья и сестры, сила первых христиан, единодушие заключалось в их понимании священноописания. Мы сегодня прочитали во второй главе Деяния Послова, они постоянно пребывали, они посвятили себя в учении. То есть верующие собирались, по сути дела, то, что мы сегодня называем разбор слова, байбл-станди, изучение Писания, по домам, они стремились. Почему? Потому что тогда, когда они изучали Писание, разбирали слово, Дух Святой производил вот это в них единодушие, понимание истины, дискутировали, может быть, рассуждали, так ли, искали истину, но они были вместе, они изучали Писание, и Бог производил единодушие. Братья и сестры должны признать, что Сатана очень преуспел в том, чтобы молитва Иисуса Христа, первосвященническая, о том, чтобы церковь была единодушна, он сегодня преуспел. Может быть, сегодня, братья и сестры, это слово, которое как-то лежит на сердце у меня, поделиться церковью сегодня. Я хотел бы, чтобы мы, наши молодые женатики, молодые семьи, не торопились сегодня уходить. Мы будем иметь общение, встречу в малом зале о нашей церкви, о наших планах. Хотел бы, чтобы мы помолились, братья и сестры, о том, чтобы Господь подарил милость церкви. Простые три вещи, братья и сестры, единодушие достигается. Не путем дебатов, не путем, может быть, каких-то обучений. Простые вещи. Молитва, общение, слово. И когда-то апостол Павел, он молился так, в первом послании Коринфянам, первая глава, десятый стих, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Интересное слово, братья и сестры, «соединены». Вот в оригинале, в греческом языке, вот это слово применяется, знаете, где, в медицинском термине, терминология, тогда, когда необходимо соединить сломанную кость, либо выправить вывыхнутый состав, либо исправить что-то в человеке, употреблять вот это слово, «соединены», то есть соединить, восстановить вместе. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы через Его слово, через молитву, через общение, братья и сестры, Господь мог восстанавливать то, что дьявол преуспел, разорвал, разрушил, и прежде всего это начинается лично в моем сердце, в моей семье. Да поможет нам Господь сейчас просто помолиться Господу единодушно, чтобы Господь нас благословил, нашу церковь. Аминь. Аминь.